Текущую ситуацию на Лисаковском филиале товарищества Оркен, а также перспективах его развития Акимобласти, обсудил с директором предприятия Мукерджи Мурари. Ситуация, как было отмечено на встрече, критическая. В этом году на 29% были снижены объемы производства. На протяжении последних двух месяцев предприятие вообще простаивало. 500 работников из 850 находятся в вынужденных отпусках. Как отметил директор товарищества Оркен, причины сложившейся ситуации две. Первая связана с технологическим сбоем на металлургическом заводе в Тимиртау. Вторая – с падением цен на рынке черного металла. Конечно, знаем и о системных проблемах в группе компании Арселу Орнитол. Что производство концентратов снижено главным образом из-за этого. Поэтому хотелось бы еще раз это от вас услышать. Каковы перспективы данного предприятия? Качество Лисаковского сырья, да, 49% железа, плюс примеси высокие, содержание фосфора. Но все-таки основным преимуществом Лисаковска оставалось то, что товарная продукция была дешевая. То есть как раз-таки в последний год те преимущества, которые были у Лисаковска, они, к сожалению, потеряли свою значимость. Для того, чтобы преодолеть кризисный момент, руководством предприятия рассматриваются всевозможные меры по снижению себестоимости продукции. Предприятие в этом году возобновит производство, но объемы будут невелики. Значит, то, что касается объемов производства, я хотел бы сказать, что потребность в Лисаковском сырье на сентябрь месяце составляет 75. Мы будем производить в августе месяце, отгружать... Следующая потребность возникает в нашем сырье только в декабре месяце. 85 тысяч – это потребность металлургического производства. В декабре 2015 года. Кроме этого, в следующем году Лисаковский филиал товарищества Уркен получит инвестиции в размере 7,5 миллионов долларов. А пока предприятию необходимо пережить кризисный период. Кстати, как сообщил Мукерджи Мурари, с 4 сентября этого года на предприятиях Арселурмитл Тимиртау будет снижена заработная оплата всем работникам на 25%. Товарищество Уркен также будет вынужден применять такие меры для того, чтобы не сокращать людей. В свою очередь, Экимобласти заявил, что со стороны местной исполнительной власти будет делаться все возможное, чтобы поддержать данное производство. Алексей Басарнов, Евгения Финко, Елена Щегельская, РТН.